Продолжение следует... И текут они прямо вдоль улицы, в лес, и в итоге попадают в Москву. Как это можно было бы допустить в 21 веке? И кто будет отвечать за эти экологические преступления? Сегодня будем разбираться в рамках Экорейда. Недавно мы отметили с вами годовщину развала СССР. 30 лет назад не стала великой страной. А вместе с ней оказался обречен и поселок Положкино в русском городском округе. Жизнь здесь не то, что остановилась или замерла, она полностью деградировала. Помощи никакой совершенно. Вот этим говном мы, извините за выражение, каждый божий час, каждый день мы дышим. Дети наши дышат. Все, что здесь осталось, сегодня живет на остатках той советской инфраструктуры. Но ведь у всего есть запас прочности. В итоге из строя вышла канализация. Все, что здесь осталось, это большое количество разваленных колодцев, с которых даже крышки украли черные металлоломы. Сначала здесь был пансионат Положкино, потом пансионат приказал долго жить, а все коммуникации находились на его территории. Впоследствии все это разрушилось постепенно. А вот как сегодня выглядят те самые очистные сооружения, куда должны подаваться стоки. Полная разруха. Демонтаж всего оборудования. Здесь больше ничего нету. Они никак не функционируют. Но канализационные стоки-то никуда не деваются, а продолжают в ежедневном режиме бурными потоками отравлять нашу природу и Москву-реку. Иногда на дорогу это выливается. Мы как можем, вот эти бордюрчики эти строим, чтобы хотя бы не разливался. Все-таки удалось выделить деньги нам адресно. До зимы, до морозов нам сказали, что сделают нам локальные очистные сооружения. Деньги выделились, как говорят. Потом получилось, что какая-то помарочка в документах. Начали ждать. Но уже декабрь, и опять же ничего не происходит. Администрация, как всегда, разводит рука. Никто не может достоверно сказать жителям, почему не ведутся работы, куда пропали их деньги и сколько будет происходить вот это вот безобразие. У меня такое ощущение, что им вообще все очень легко скрывать. Потому что предписание выписывает прокуратура, выписывает следственный комитет. А ничего не происходит. Если честно, мы много где бывали, но такое безобразие мы видим впервые, чтобы экологические преступления были вот так вот, у всех на виду, на самой поверхности, где любой человек, любой жизнь может приехать и запросто это увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok